Заброшенные здания можно сделать безопасными здесь и сейчас, и на это не нужно тратить миллионы из бюджета. В этом уверены активисты молодежки ОНФ. На этой неделе вместе с уполномоченным по правам ребенка в Магаданской области Денисом Павликом они провели рейд по недостроям. Один из них – бывшее общежитие на Карла Маркса. Его вывели из эксплуатации больше 10 лет назад, но не снесли, и теперь здесь собираются подростки и дети. Еще бы ни ограждений, ни заколоченных окон, свободный доступ. Вот только подобные развлечения нередко заканчиваются плачевно. Самое большое количество травм, которые получают подростки, а иногда, к сожалению, это к большому горе приводит и к гибели, это, конечно, наши так называемые заброшки, это ветхое аварийное жилье, это различные электросети, которые либо каким-то образом неправильно подключены и так далее, тому подобное. По словам участников рейда, самый верный способ обезопасить детей от таких ситуаций – снести все недострои и заброшенные здания. Но, к сожалению, сделать это в короткие сроки невозможно. И дело не только в дороговизне. Проблема в том, что многие из них принадлежат частным лицам, которых очень сложно найти. Большинство давно переехали в другие регионы. Бывают случаи, когда контролирующие органы все-таки принимают радикальные решения. Но довести дело до конца удается редко. Как только находится такой объект, принимается решение о сносе, появляется хозяин. А если уже вдруг орган местного управления принял решение к сносу и уже приступил к каким-то работам, нередко это иногда даже заканчивается судебными разбирательствами, какое вы имели право. А орган местного управления говорит, а вы не появлялись. Тот говорит, а меня надо было найти, а у меня документы есть о том, что это мое. Работа большая, к сожалению, достаточно монотонная и требующая определенных разбирательств, почтовых отправлений, розыска и так далее. Но ее будем продолжать в любом случае. Но если сносить капитальное строение власти без согласия владельца не могут, то ограничить доступ к нему имеют полное право. Как, например, поступили с долгостроем на улице Лукса. По словам активистов молодежки ОНФ, такие меры нужно принять на всех опасных объектах. Мы видим, что первый этаж полностью закрыт, дети туда не смогут попасть. Дальше мы видим, что это не сильно затратно, не несет такие большие затраты, как миллионные, миллиардные. Это же спасает жизнь. Оно закрыто железом, которым можно спокойно приобрести и закрыть здания, которые были недостроены и открыты. А таких в городе несколько десятков. Ответ на вопрос, как отвадить детей и подростков от игр на этих площадках, уже несколько лет ищут на всех уровнях. Но безрезультатно. Общественники уверены, штрафы и другие подобные наказания не решат проблему. Единственный действенный способ – заколотить двери и окна и установить надежные ограждения. Олеся Хитагурова, Руслан Пушкарев. Специально для Карибу.